В прошлом году в областном центре было построено более 150 тысяч квадратных метров жилья. В 2014 году эту цифру планируется увеличить до 160 тысяч. За счет средств бюджета будут возведены дома по линии жилстройсбережений, два арендных дома в районе аэропорта и еще один арендный дом по улице Герцена. Всего около 40 тысяч квадратных метров. Кроме этого, будет произведен задел семи многоэтажек. Бюджетом на эти цели предусмотрено почти 2,5 миллиарда тенге. Кроме этого, ведется работа по выявлению неиспользуемых земельных участков в областном центре для дальнейшей их застройки. С 2012 года проводится изъятие 73 земельных участков у 30 собственников и землепользователей. На сегодняшний день изъяты и переданы государственную собственность 22 участка. По остальным проводятся досудебные процедуры. Хотел бы остановиться на одном из них. Решением суда было приостановлено изъятие и произведено снос находившихся в северо-западном районе незаконных построек по улице Гагарина с обеих сторон путепровода. Как отметила Кимобласти, в этом вопросе надо ускорить работу. В Кустанае очень много участков, которые бы подошли как для многоэтажной, так и для индивидуальной застройки. Кроме этого, глава области предложил провести ревизию списков очередников на индивидуальное жилищное строительство. Порой земля выделяется тем, кто уже имеет нормальные жилищные условия. Цифры, те, которые находятся в очереди за получением, они явно завышены. Сколько бы земельных участков ни выделялось, очередь практически не сокращается. В микрорайоне аэропорт большой упор будет делаться на развитие инфраструктуры. Это строительство системы автономного отопления, тепловых сетей, а также сетей водопровода и канализации. После все силы планируется бросить на застройку микрорайона в северо-западной части города. Сначала здесь будет вестись коммерческая застройка. Планируется возвести несколько так называемых элитных домов-таунхаусов, а также жилые комплексы по программе «Доступное жилье». В перспективе здесь же будет торговый центр и крытый бассейн. Есть предварительно договоренность с акционерным обществом «Доступное жилье» о выкупе данной территории, где запланировано начать строительство жилого комплекса с пятиэтажными домами, паркингами и отдельной котельной на площади 5 гектар, с водом более 60 тысяч квадратных метров жилья. Напротив этого микрорайона по улице Гагарина, этой же компании «Бокострой», будут возведены аналогичные жилые дома, которые станут зеркальным отражением возведенного комплекса. По мнению первого заместителя Акима Кустанайской области, все эти грандиозные планы могут и провалиться, если городские власти не возьмут под жёсткий контроль подготовку стройплощадок. Инфраструктура отстаёт зачастую, нужно работать на опережение, нужно видеть и разрабатывать заранее те регионы, те сектора города, которые под плановую застройку. У нас несколько воральная шла подготовка к аэропортовской площадке, сейчас она уже почти выстроена. Кроме этого, продолжит развиваться и застраиваться район КСК. К строительству жилья в этой части города в 2014 году привлечена казахстанская ипотечная компания, которая начнёт возводить сразу четыре дома по улице Герцена. Боржан Ержанов, Александр Стаканов, Евгения Финько, РТН.